11.05 столица. Приветствую всех. Утро среды по хорошей традиции уже сложившейся проводим в спортивном режиме. Наверное, ни для кого не секрет, что до начала зимних Олимпийских игр в Сочи остается все меньше и меньше времени. О том, как идет подготовка наших сборных, по всем видам спорта будем рассказывать все чаще и чаще. И предлагаю начать с керлингом, тем более, что повод у нас есть хороший. Мне кажется, что вид спорта, который вызывает достаточно большой интерес, хотя не очень многие понимают, в чем его суть. И, в общем, керлинг как-то вызывает такой вот интерес только потому, что это интересно, потому что это ново. И потому что, вот как написали наши слушатели уже сразу, потому что девушки там красивые. Сегодня у нас в гостях президент Федерации керлинга Дмитрий Свящев. Ну, я надеюсь, что мы поговорим не только об этом виде спорта. Депутат Госдумы, человек, который является одним из руководителей Комитета по физической культуре и спорта. Дмитрий Александрович, доброе утро. Доброе утро. Для тех, кто хочет присоединиться к нашему разговору, есть телефон студии работающий 65 10 99 6, код города 495. Либо вы можете оставлять свои комментарии, как уже сделали наши слушатели на страничке программы на своем поле, сайт Финам.фм. Ну, давайте, наверное, будем говорить с вами все-таки для начала о керлинге, потом о развитии вообще. О зимних видов спорта и о подготовке к Сочинской Олимпиаде тоже поговорим. Благо, должность позволяет вам находиться все-таки в курсе всех событий. И то, чего, может быть, не знают обычные болельщики и просто поклонники зимних видов спорта, вы там наверху уже наверняка все это распределили, узнали и, может быть, даже медальный план расписали. Ну, давайте попробуем. Давайте. Давайте поговорим с вами для начала про керлинг. Если я не ошибаюсь, вы в 2010 году, в июне, да, по-моему, где-то там в конце июня возглавили федерацию. Прошло, в общем, почти, да нет, почти три с лишним года с этого момента. И, как мне кажется, керлинг сделал шаг вперед. Нас стали гораздо более уважать соперники. Мы стали привозить гораздо больше медалей. И как-то вид спорта стал вот из просто интересного и немного непонятного превращаться в медаль емкий. Ну, совершенно верно. Как раз в 2010 году, летом, я был избран президентом Федерации керлинга России. Мы пришли новой командой с новыми идеями. Ну, я в спорте не новичок. До этого я был первым вецепрезентом Федерации горных лыж и сноуборда России. У нас там тоже были достаточно серьезные успехи. И когда мне поручили заниматься развитием керлинга в России, для меня, как для многих, это был достаточно новый вид спорта. Но были навыки как спортивного менеджера, как управленца в спорте. Поэтому все лучшее, что я получил в других видах спорта и в Государственной Думе, в Комитете по физической культуре и спорту, я решил принести в керлинг. Ну, наверное, какие-то результаты есть положительные. Ну, из наших, действительно, заслуг можно отметить в том, что когда мы пришли в Федерацию, было 400 человек занимающихся. 400 человек всего. По России? Да, по России. Занимающихся керлингом сейчас это уже несколько тысяч. Было 7 федераций керлинга. Сейчас их уже порядка 25. То есть регионы включаются? Да, то есть расширение идет. Ну и плюс, надо сказать, что в Москве не было ни одной, даже площадки, назовем так, для игры в керлинг специализированные. Были несколько катков и, слава богу, Департамент физической культуры и спорта города Москвы поддерживалось вид спорта. Именно поэтому у нас он и существовал вид спорта, как вид спорта. Но это был не профессиональный лед, это был лед, который делился между хоккеистами, шорт-треком, фигуристами и керлингом в том числе. Поэтому, вы понимаете, качество, конечно, было несоответствующим международным стандартам. Сейчас это в Москве уже несколько площадок профессиональных, где занимаются керлингом, в том числе клуб «Новая лига» открыл стационарный площадок. Который вы тоже возглавляете, насколько я понимаю. Ну, так получилось, что если я пришел в Федерацию, я должен что-то был принести. Поэтому первое, что мы стали делать, это, конечно, начали делать профессиональную площадку для игры в керлинг. Там есть четыре дорожки и занимаются только керлингом. Профессиональные команды и детишки маленькие тоже начинают учиться. Ну и, конечно же, считаем, что Федерация, это уникальная Федерация наша, потому что ни одна из Федераций не строит сама себе спортивные объекты. Это, кстати, не задача Федерации, а задача все-таки государства. А вы этим занимаетесь? А получилось так, что в Сочи нам пришлось, и мы строим, и рады, что лучшие стадионы в мире строят Федерация и партнеры Федерации за собственные средства. Олимпийская арена – это наше достояние, мы этим очень гордимся. А Олимпийская арена в Сочи будет специализирована именно для вашего вида спорта? И соревнования не будут проходить? Сначала там первые три дня для фигуристов, потом хоккеистов, а потом вдруг откуда-нибудь возьмись керлинг появится? Слава богу, нет. И как отметила Кейт Кейтнес, это президент Международной Федерации керлинга, это лучший стадион в мире. Она на встрече с президентом России Путиным, она поблагодарила его и сказала, что это лучшая арена в мире. Конечно, для нас это сложно давалось, потому что финансирование, недостаток опыта, сложности со строительством, плюс это вот эта горячка Олимпийская, понимаете, удорожание объектов. Поэтому мы как-то пришли к этому долгу, пришли, мы успешно провели тестовые соревнования, успешно провели. И сейчас уже там, уже последние нюансы там и что-то такое, знаете, марафет наводим для того, чтобы уже к Олимпийским играм... Ну, я так понимаю, что это дорогое удовольствие, площадка для керлинга, и лед там должен быть самого просто высочайшего уровня. Ну, знаете, конечно, у нас сейчас дешево, ничего не бывает, в том числе и спортивные объекты. Поэтому наша задача была, первое, построить классную арену спортивную, но самое важное, вряд ли на сегодняшний день керлинг, это, опять же, ни для кого не секрет, там, самоокупаемый вид спорта, без поддержки государства здесь никак не обойтись, и спонсоров. Поэтому мы делали арену, которая могла бы быть универсальной, и в то время, когда там не будет керлинга, не будет керлинга, чтобы она могла сама себе зарабатывать деньги хотя бы, чтобы заниматься самоокупаемым, быть объектом. Ну, то есть вы туда будете, грубо говоря, пускать хоккеистов, фигуристов, или только для, там, например, будет использоваться Олимпийская база для подготовки национальных любых других команд, не только российской? Вы знаете, это многофункциональный спортивный культурный центр, мы так его называем, потому что, прежде всего, как спорт, это арена, как домашняя арена для нашей национальной команды. Мы уже создали федерацию керлинга Сочи, как бы не странно это смотрелось, да, там, вроде бы, достаточно жарко, и не те виды спорта развиваются. Это сама Олимпиада в Сочи, она такая, своеобразная. Ну, вы знаете, здесь я с вами не согласен, потому что Ванкувер тоже, можно сказать, Ванкувер примерно та же широта, что и в Сочи. Я был в Ванкувере, там пальмы тоже растут, и тот же океан, и тоже тепло, и жарко, и до кластера, зимнего горного кластера тоже надо ехать на машине пару часов, поэтому здесь, поверьте мне, я не соглашусь ни с кем, но, однако, это классный город. Давайте не будем Ванкувере вспоминать Суи, учитывая, как неудачно мы там выступили. Будем вот отдельно Сочи брать, а отдельно Ванкувер. Давайте вот каких-то параллелей, если только вот в географическом положении проводить. Очень не хотелось бы такого грустного результата. Ну, Наташа, я здесь, понимаете, нельзя, для меня лично Ванкувер не был достаточно таким грустным, потому что там впервые в истории федерация, где я был первым венцепрезидентом, получила серебряную награду в сноуборде. Ну, да. Там я познакомился с президентом Международной Федерации Керлинга и Российской Федерации Керлинга. Там я впервые пришел на соревнования по керлингу, мне этот вид спорта там именно понравился, и там я понял, что у него есть перспектива, в том числе и в России, потому что для меня было удивительно. В Канаде, кстати, когда я говорил, что у нас 400 занимающихся, в Канаде 3,5 миллиона занимающихся керлингом. При общем населении. Да, и я могу сказать, это второй вид спорта. А когда мы говорили с чиновниками из МОКа, они же умеют деньги считать, и они сказали, что по привлечению денег и смотрибельности зрителями всего мира, керлинг на четвертом месте. Да ладно? Да, среди всех зимних олимпийских вид спорта. Это очень хороший показатель. Дмитрий, ну вот скажите, для вас не обидно, что народ к керлингу относится, ну я не знаю даже, как вот это обозвать, а, ну иди там на керлинг на какой-нибудь, ну вот на какой-то там с долей пренебрежения, с долей непонимания. У вас нет идеи рассказать людям правила, рассказать в чем же там сама суть? Потому что 99% смотрящих, даже несмотря на то, что этот вид спорта популярный, он не понимает, о чем речь идет. Вы знаете, у меня, к сожалению, к стыду своему, у меня тоже такая же была примерная реакция, когда я впервые слышал керлинг и посмотрел, я не мог понять, когда включал телевизор, что там творят люди, эти люди кричащие, трущие, кидающие. Ну, тети со швабрами, это самое мягкое, что встречается. Для меня это было смешно, грубо говоря, да, но когда я попал на арену, как зритель сначала, я заболел, я начал понимать, пытаться понять, что это такое, начал спрашивать у профессионалов, чтобы мне объяснили. Когда я заразился этим духом керлинга, после того, как я встал сам на лед, попробовал, что это такое, что такое керлинг, и стал заниматься с тренером, для меня это стало уже не смешно, поверьте мне, это достаточно серьезный и сложный вид спорта. О том, будет ли развиваться и популярен керлинг в России, продолжим говорить через пару минут. Возвращаемся в студию, возвращаемся к разговору. Сегодня обсуждаем амбиции, в том числе и олимпийского, такого интересного, но для большинства, не скрою, непонятного вида спорта, как керлинг. Человек, который о нем знает все и возглавляет федерацию, у нас сегодня в гостях. Дмитрий Свящев, еще раз вас приветствую, Дима. Расскажите мне, пожалуйста, мы с вами заговорили, Коли, про базы. Где вообще базируется, помимо, конечно, сочинских вот этих объектов, которые специально строятся и которые призваны быть действительно центром развития в Москве, где ребята тренируются, или они все время, вот команда национально отправляется в Сочи и там работает? Ну вот мы говорили с вами чуть ранее, конечно же, к сожалению, у нас есть огромный дефицит спортивных сооружений в керлинге. Мы говорили о том, что благодаря частным инвесторам развиваются площадки, нет до сих пор ни одного государства стационарного стадиона по керлингу в Москве. Представляете, вот такой. Хотя, с другой стороны, у нас вся национальная команда в основном состоит из все-таки москвичей. Из москвичей. И здесь надо отдать должное, конечно, коммерческим структурам и спортсменам, которые занимаются в бизнесе в таком, да, которые создают свои площадки по керлингу. Вот. Поэтому здесь вот новая лига есть, потом московский керлинг-клуб есть, еще где-то у нас на Востоке ребята открыли площадки. Но в основном это коммерческие площадки. Вот. Поэтому, ну там тоже занимаются команды, приходят детишки и взрослые, из них потом формируются спортивные команды, и потом они участвуют в соревнованиях. У вас есть какие-то, помимо национальной команды уже взрослые, есть какие-то молодежки, юниорки, юношеские команды? Или пока мы только на пути создания? Не, ну у нас же спорт. У нас же полноценный спорт. Я могу вам сказать, что вот как раз молодежный спорт, хотел бы похвастаться вам, что у нас неплохо развивается. Потому что вот на прошедшем сезоне у нас как раз юниоры, девочки и мальчики выступили очень хорошо. У нас серебро и золото все-таки. Ух ты. Это как раз такой феноменальный, могу вам сказать, показатель. У нас никогда в истории российского керлинга и советского керлинга такого не было. А был ли в Советском Союзе керлинг, Дима, скажите мне? Вы знаете, вот для меня было удивительно, но керлинг появился в России в конце 20-х, начало 30-х годов. Да ладно? Да, и мы вот сейчас дружим с ребятами из департамента культуры города Москвы, которые развивают парк Горького. И когда они к нам обратились, давайте как-то пригласим керлинг, создавать керлинг-площадки такие, мы начали заниматься историей и поняли, что керлинг в начале 30-х годов существовал в парке Горького. Но вот в том виде в современном, в котором он существует, или уже как-то переродившись сейчас в новый вид? Любой вид спорта, он прогрессирует вместе с прогрессом человечества в том числе. Конечно, развивались новые спортивные снаряды, правила, площадки, в том числе, конечно же, и керлинг не обошел здесь стороной. Но он как-то не прижился в России, в СССР, да, не прижился, потом пропал. И вот сейчас он опять возродился в Петербурге. Это в начале 90-х годов ребята создали этот вид спорта. Притом спортсмены, понятно, что не имеющие отношения к керлингу. Просто им нравилось, попробовали, получилось. И в Петербурге зародился, потом перешел в Москву. Вот как-то так. А вот из тех юниоров, которые сейчас, что называется, лучшие в мире, они, ребята, имеют шанс попасть в Олимпийскую сборную или они еще слишком юные? И будет костяк команды формироваться из того состава, который уже есть? Ну, вы знаете, на самом деле, конечно же, есть перспектива попадания в команду. И у нас сейчас расширены составы мужской и женской команды на сборах. И я вам могу сказать, в этих составах присутствуют наши призеры юниорских чемпионатов мира. И есть большой шанс, что они могут попасть на Олимпиаду в Сочи. А какая средняя вот такая возрастная планка для керлинга? В каком возрасте люди туда приходят и добиваются высоких результатов? Это молодой вид спорта, это достаточно такой опытный. Это уникальный вид спорта, хотел бы еще добавить, потому что как раз у керлинга, как, наверное, ни у какого другого вида спорта, ну, может быть, шахматы, шашки, нет ограничений возрастных. То есть здесь могут быть спортсмены, так, клоп 3-4 года, так и седовласые старики и старушки, которым под 100 лет. Я сам лично видел, как играют взрослые люди в керлинг с азартом, с криками и с такой очень сильной энергетикой. Хочу отметить, что в Канаде олимпийским чемпионом стал канадец, которому под 60 лет. Назовите мне другой вид спорта, где такие вот есть парни, спортсмены. Для тех, у кого сейчас возникнет желание, что, в общем, все, в принципе, возможно. Можно и в 30 начать, и в 40. Да, и в 30, и в 40, может быть, юниором, скажем так. Ну, в общем, звучит по меньшей мере смешно, но почему бы и нет. Да, весело, звучит весело. Весело. А есть какие-то олимпийские амбиции? Мы подобрались то, к чему, в общем, так или иначе, кружа доходили? Ну, вы знаете, задача у нас простая. Мы понимаем, что керлингу в России, к сожалению, всего лишь 20 лет, а может быть, уже 20 лет. И я все-таки, как президент Федерации, 3 года, я должен какой-то, скажем так, след после себя оставить. Поэтому, конечно же, те спортсмены, те тренеры, которые сейчас занимаются с нашей командой, у них есть амбиции, есть желания, есть надежды. И, я думаю, те болельщики, которые будут переживать за нас, они не должны быть разочарованы, скажем так, нашим успехом или неуспехом. Поэтому мы считаем, что у нас сильная команда. У нас прежде всего женская. Прежде всего женская, конечно, да. У нас очень сильный наставник. У нас очень сильный наставник. К сожалению, в этом году нам не удалось пробиться в призеры чемпионата мира, но мы были в шаге вообще просто от финальной четверки. В шаге были. К сожалению, мы потом долго разбирались и поняли, в чем есть наши ошибки. Мы сделали свои выводы. Мы надеемся, что на Олимпийских играх мы попытаемся наших все-таки болельщиков успокоить и порадовать. Все к этому идет. Мы очень на это надеемся. То есть амбиции, поверьте мне, и у спортсменов, и у тренеров очень много. И мы все-таки планируем получить достойные медали. Что касается мужчин, могу вам сказать, у нас молодая, жадная, агрессивная команда, которая еще ничего в жизни, в принципе, такого большого не достигла. Они очень молодые все ребята, но им очень хочется. Мы взяли тренера иностранца, канадца, очень серьезного. Он, правда, живет в Швейцарии, но который очень много внес. У нас тренер молодой, но очень талантливый Гудин, который тоже старается помочь. То есть с ребятами общаемся, я думаю, что на них тоже будет приятно смотреть. Дмитрий, ну, коли заговорили, вы про тренерский штаб. Вы, в общем, тоже из тех федераций, где привлекают все-таки иностранных специалистов. Но я понимаю, что у вас такая вынужденная необходимость, потому что керлинги то ли уже, то ли еще всего 20 лет в России. И, наверное, на достойном, на высоком уровне российским спортсменам нужно выступать, только тренируясь под руководством опытных наставников. Ну, здесь вы совершенно правы, задали вопрос, не ответили. Здесь нельзя стесняться того, к сожалению, к чему мы пока не готовы. И если есть что-то лучше, чем в России, не надо стесняться, надо приглашать, надо звать, надо воровать эти идеи, воровать этот опыт, грубо скажем. И напоминать себе китайцев, которые делают это во всех сферах. Вы знаете, обратите внимание, результат-то есть у китайцев. Ну, в общем, к сожалению, для нас иногда. Ведь керлинг — это такой же профессиональный вид спорта, как и футбол, хоккей, баскетбол, волейбол. И здесь не надо стесняться. Все-таки там, где нам 20 лет, им 500 лет. Ведь керлингу 500 лет более даже. В Шотландии когда... Поэтому такие мэтры, как шотландцы, шведы, канадцы, швейцарцы, ведь надо брать у них самое лучшее и учиться. То, что они прошли 500 лет, нам надо быстренько наверстать за эти 2-3 года, которые у нас были перед Олимпиадой. И мы приглашали лучших тренеров. Например, швейцарец, который тренируется... Липса, вы имеете в виду? Липса, он все-таки воспитал как раз чемпионов мира, команду Швейцарии. Мы его пригласили ровно на следующий год. И он много внес в мастерстве нашу девушку. А чувствуется прогресс после того, как швейцарец возглавил нашу команду? Чувствуется, что команда стала играть по-другому? Она другая, у нее амбиции другие, у нее там умение, другую технику, другая тактика. Вы знаете, я общаюсь много как раз с ним самим. И Томас мне рассказывает, что девушки сильно подросли как раз... Ведь технически наши девчонки были неплохие. Сейчас они стали еще, конечно, лучше. А вот стратегий не хватало. Опыта работы, опыта игры, каких-то комбинаций игровых у них не хватало. Поэтому и он говорит, и девушки... Потому что я же как раз пытаюсь услышать мнение спортсменов, с одной стороны. С другой стороны, мнение тренеров. И как-то соединить, пытаться ребусы вот эти собрать все-таки. И могу вам ответить, что и девушки признаются, что они очень много получили от своих иностранных партнеров, наставников. И сам тренер то же самое говорит. Он, что девушки его слышат. Что важно, слышат. Они реализуют его наказы на поле. И поэтому игра становится лучше, интереснее и мощнее. Вот когда пришедший к нам в гости Валентин Блохничев, возглавляющий Всероссийскую Федерацию Легкоатлетики, вдруг серьезно стал говорить о приглашении в нашу сборную иностранных легкоатлетов, мне, честно говоря, было не по себе. Что касается керлинга, насколько для вас приемлемо приглашение иностранцев в получение российских паспортов? Все-таки, может быть, попробуем своими силами или вслед за тренерами иностранцами появятся и натурализованные россияне-керлингисты? Я могу вам ответить, что у нас был опыт, мы попытались натурализовать как раз в 2011 году нескольких канадцев, для того, чтобы они, именно ребятам и мужчин, для того, чтобы они участвовали в Олимпийских играх. Но это такая сложная процедура, даже не с точки зрения документа оборота, понимаете? А вот из успешных натурализованных спортсменов я могу, наверное, только вспомнить сейчас корейца, который выступает в шорт-реке. По другим видам спорта, вот я сейчас на вскидку не могу вам назвать. Ну, наверное, Бекки Хэйман, которая разыгрывает в российской баскетбольной сборной. Ну, это командный вид спорта, да. А вот, к сожалению, у нас не получилось. Но мы пробовали, честно могу вам сказать. Уже пригласили спортсмена, провели переговоры, подали документы. И это сложная процедура получения гражданства. Но потом мы остановились, потому что что-то не заладилось у нас. А откуда вы вообще берете своих ребят? Как вы их отсматриваете? Я имею в виду, когда формируете национальную сборную? Ведь вы же сами говорите, их не так много. И тех, кто занимается, а тем более занимается профессионально, их, наверное, там, ну, три десятка. Ну, я вам могу сказать, что, ну, не три десятка, конечно, чуть более, назовем там. Хочется сказать, что, конечно, это, прежде всего, нам, это региональные соревнования. Из них, понятно, что потом всероссийские соревнования, международные соревнования как-то формируются. Здесь вот эту спортивную пирамиду у нас никто не отменял. То же самое существует, там, начиная с базы, с маленьких детишек и заканчивая, там, спортсменами олимпийского уровня. То есть мы получаем достаточно большое количество спортсменов и любителей видов спортов на начальном стадии обучения. И уже, когда подходим к национальным командам, это, конечно, небольшое количество спортсменов, из которых мы выбираем лучших спортсменов. Ну, это нормально. Но конкуренция, я вам могу сказать, есть. И до сих пор, представляете, у нас до сих пор неопределен финальный состав наших национальных команд. До Сочи остается там меньше сколько, двухсот дней? Я вам могу сказать, это мы считаем уже нашим тоже достижением, потому что наши, скажем так, старички, которые там в мужской или женской команде присутствуют, могу вам сказать, что у них спокойствия нет. Они завтра могут поменяться местами с молодежью, которая на пятки наступает. Буквально один вопрос. В регионах много занимаются керлингом? Ну, вы знаете, в регионах где-то порядка тысячи человек сейчас занимаются. Возвращаемся через минуту. Новости. Олимпийские амбиции керлинга. Об этом говорим сегодня в нашей программе. В гостях президент Федерации по этому виду спорта Дмитрий Свящев. Дмитрий, мы заговорили с вами про отбор в национальную команду нашей предыдущей части. Для меня, например, очень удивительно, и я вам уже за кадром сказала, что есть керлинг в регионах. Мне кажется, это все-таки такой столичный вид спорта для тех, у кого есть средства, для тех, у кого есть амбиции какие-то. Ну, вот Сыктывкар и керлинг в моем представлении не вяжутся. Не хочу никаким образом обидеть этого города, например. Здесь вот, позвольте, Наталья, с вами не согласиться, потому что я вам могу сказать, что Москва хоть и столица, но все-таки не законодатель моды, в том числе в керлинге. А кто? Могу вам сказать, что у нас шикарные, сильнейшие школы. Это Петербург. Кстати, как я говорил, там зарождался керлинг в России. Это Калининград. Это Челябинск. Это Подмосковье. Вот эти такие метры... Челябинск, место, где развивается керлинг? Там не просто развивается, там и чемпионаты проходят, и руководство Челябинской области любит керлинг и развивает. Могу вам сказать, что вот эти регионы, это столпы такие развития керлинга, но у нас шикарный вице-президент по развитию Андрей Созин, который даже если не удовлетворил, так утроил регионы, которые этот вид спорта начали культивировать и развивать. У нас сейчас уже и Новосибирск, и Иркутск, и Смоленск, и Тверь. Вот эти регионы, которые очень далеки были от керлинга, они уже создали свои федерации. Теперь еще будет Сочи. Красноярск, хочу отметить, забыл, ребята. То есть я могу вам сказать, Сочи тоже самое, да, вы правильно сказали, стадион есть, теперь только и оборудование все есть, олимпийское. Сейчас вот после Олимпиады детскую школу будем набирать, вот вам еще. Вот. Москва, могу вам сказать, здесь очень хорошо, что здесь есть и государственные школы, есть и коммерческие школы, есть группы здоровья, из которых потом могут выходить спортсмены. Вообще очень классный вид спорта, потому что, вот, кстати, мне очень интересно было смотреть, что корпоративный отдых сейчас развивается в сторону такого активного корпоративного спорта. Если вы помните раньше корпоративы, да, это ресторан, это... Танцы. Танцы, ну и соответствующие атрибутика, да, танцем. Вот. То сейчас корпоративный отдых, он развивается в спортивном направлении, в том числе и в Керлик. У нас компании приходят, они арендуют площадку, берут тренеров, инструкторов, и на спортивной площадке рубятся несколько часов, им нравится. Что важно, тем людям, которые нравятся, они возвращаются вновь, создают свои команды из любителей. После того, как они уже научились и поняли, что этот вид спорта им нравится, они уже создают спортивные команды и уже участвуют в чемпионатах. Сначала одного уровня, потом могут уже выходить на чемпионаты профессиональные российского масштаба. Ну, согласитесь, но нельзя же прийти и с бухты-баракты вдруг начать играть в керлинг. Ну, для меня, кажется, вот создается впечатление, что керлинг — это игра, где очень важна техника, где важны вот филигранные движения, где должна быть вот эта оточенность. А прийти вот так вот в свое удовольствие, как вот люди приходят в буллинг играть, ну, так же не получается. Ну, конечно, вы здесь совершенно правы, здесь вот еще очень важно, ведь что такое керлинг, игра, турнир, если взять. Да, турнир — это неделя, неделя на льду, чтобы люди понимали, о чем мы сейчас говорим. Это две игры в день, бывает больше. Но это большие физические нагрузки. Да, игра в среднем длится, в среднем длится два часа. Лед — это постоянно в напряженной атмосфере находить два часа на льду, это четыре часа в день. Понимаете, это сложно. Это психологически и физически очень сложно. Поэтому у команды работают психологи, врачи, массажисты в постоянной основе. То есть это очень важно. Это люди, без которых успеха не будет. Тренеры, спортсмены — это не все. Понимаете, еще огромное количество людей, которые помогают восстановиться, набрать силу, набрать опыт и подойти к соревнованиям в пике своей формы физической. Зацеплюсь за слово «психолог». Дело в том, что вы, пожалуй, единственный на моей памяти представитель федерации, который говорит, что у них в команде есть человек этой профессии. Потому как у кого не спросишь, будь то игровик, либо какие-то там индивидуальные виды спорта, но, как правило, все говорят, да, да, нам очень нужен психолог, это вот тяжело, выдержать такое давление, но их нету и нет хороших спортивных психологов как таковых, либо их очень мало, а у вас и не есть. Это ваше решение волевое, что они появляются, психологи, в командах? Ну, вы знаете, я не могу сказать, что я не согласен с теми федерациям, которые у вас были, которые жалуются, что у них нет психологов, что это сложно и так далее. У нас это тоже сложно и нам тоже тяжело даются приглашения психологов. Вы правильно говорите, что их просто, как спортивных психологов, да, их практически не существует в России. Практически не существует. У нас никто не готовит так, чтобы они целенаправленно работали со спортсменами высокого уровня. Я вот просто цитирую, у меня подружка чемпионка мира по фехтованию, она говорит, когда ко мне пришла девочка-психолог в 18 лет, и я, которая прошла Олимпиаду и чемпионат мира, и она начала меня учить, я сказала, деточка, иди домой. Вот и все, и на этом весь разговор заканчивается. Потому что спортсмены высокого уровня должен готовить психолог высочайшего класса. Здесь я полностью с вами согласен. Поэтому это проблемы общие, наши в том числе. И хочу отметить, что здесь важно, что Министерство спорта, оно выделяет специальные ставки. Есть такая организация, ФМБА, медико-биологическое агентство, которое выделяет нам ставки на тренеров, извините, на массажистов, на врачей, на психологов, в том числе. Конечно, денег недостаточно. Федерация изыскивает свои средства, чтобы доплачивать. Но государство повернулось к нам лицом. Я не хочу плакать. Вот многие федерации приходят, ой, денег не хватает, денег того. Хватает денег всем федерациям. Поверьте мне, хватает. Сейчас ситуация такая, что есть деньги у любого вида спорта. Вопрос, как их реализовывать и куда их направлять. Правильно, совершенно верно здесь. Если президента федерации, сама федерация, как управляющая компания видом спорта, не может найти себе бюджетное финансирование, вне бюджетное финансирование, привлекать спонсора, это плохая федерация. Я вам могу сказать, что приходит спортсмен, приходит тренер и говорит, мне нужно вот это. Президент федерации, вице-президент федерации должны разбиться, но это сделать. Пусть из дома несут. Но это должно быть сделано. У нас в федерации так выстроено. Потому что, вы знаете, глупо говорить, но все понимают. У нас если чемпион мира, чемпион любого соревнования, кто у нас главный? Спортсмен. Спортсмен. А если неудача? Нет, но это же давно известно. Кто виноват? Тренер и президент федерации. У поражения есть только тренер. Поэтому наша задача, наша задача сделать так, чтобы у спортсмена не было никаких проблем. Он должен быть есть, одет, обут, все у него дома должно быть хорошо, любые тренажеры, все у него должно быть. Но это вопрос руководства федерации, которое проявляет себя как талантливые организаторы и менеджеры. Потому что, как правило, президенты федерации, это же ведь не спортсмены и не тренеры. Это хорошие менеджеры топ уровня. Ну, здесь бывают и, согласитесь, и тренеры, и спортсмены хорошие, хорошие тренеры и хорошие управленцы федерации. Но это редко. Бывает. Бывает, но редко. В основном же это задача федерации. Обеспечивать, пробивать, доставать, сделать все для того, чтобы у спортсмена голова болела только о спортивных результатах. Обязательно. Согласитесь, здесь немаловажно. Это же серьезное дело. В том числе финансовые отчеты, составление планов, спортивных планов, и медицинские отчеты, и планирование. И защита своих программ в Министерстве спорта, в Олимпийском комитете. Это серьезная работа, которой заниматься должны профессионалы. Не обязательно спортсмены, но люди, хорошо знающие этот вид спорта и любящие этот вид спорта. В федерации керлинга как раз все-таки мы думаем, что мы здесь на правильном месте, на своих местах стоим. Поэтому взаимоотношения с Министерством спорта, с Олимпийским комитетом России, с Московым спортом, с Федеральным медицинским биологическим агентством. Это такие вот вещи, без которых невозможно развивать вид спорта. Но это все на плечах федерации. Этим не занимается тренер. С бумажками и с допинг-пробами не бегает сам спортсмен. Для этого есть менеджеры, которые обеспечивают вот этот порядок. Правильно? Для этого есть менеджеры, есть начальник команд, есть заместители по материально-техническому снабжению, по транспорту, по билетам, по визам, то есть здесь очень по питанию, по таблеточкам. Здесь, конечно, я могу вам сказать, что все очень важно. Ну вот в связи с тем, что все хорошо, что у вас выстроена структура, выстроена работа, наверняка вы имеете право, обеспечивая всем необходимым спортсменам и требовать от него высоких результатов? Или у вас выстроены по-другому отношения? Вы понимаете, что это только начало, что вы только в начале вот этого чемпионского пути? Или все по строгости закона? Ну, мы, конечно же, спортсмену ставим задачу. Спортсмен должен, если он не понимает, что от него ждут высоких достижений, медалей, призов, кубков и так далее, такие спортсмены не нужны. Плохо тот солдат, который мечтает стать генералом. Если спортсмен не верит в победу, такие спортсмены не нужны, потому что у нас командный вид спорта. У нас все-таки пять человек. Нельзя ли вам предложить возглавить федерацию футбола? Потому что, когда ты смотришь иногда на матчи с участием нашей сборной, ты не видишь желания у ребят выигрывать. Может быть, у них есть мастерство, а желания нет. Вот нельзя вас как-то привлечь, чтобы у них в глазах загорелось. Наталья, что я вам сделал плохого? Футбол, конечно, очень серьезный, там огромная индустрия, там совершенно другие люди и другие команды. Керлинг, амбициозный, но небольшой все-таки вид спорта. Не такой, как футбол. Мы надеемся, что когда-то мы такими станем, но сейчас нам надо в нашем хозяйстве, небольшом, создать порядок, чтобы у спортсменов была мотивация к победам. Вот когда мы завоюем медали, тогда мы придем, может быть, и в футбол придем. Скажем, ребят, возьмите, у нас опыт хороший. Нет, ну вы же выглавляете, когда Федерация горнолыжного спорта, у вас есть опыт, вы можете просто хорошо руководить, скажем так. Это тоже ведь не самый плохой талант, вернее, востребованный. Я считаю, что Федерация футбола России, она все-таки, поверьте, я многих людей там знаю, там профессионалы. Ну не будем за плечами у них говорить о них. Давайте, знаете, о чем поговорим, потому как вот меня, например, эта картинка немножко расстраивала, начало чемпионата мира по легкой атлетике. Мы его долго ждали, мы его хотели. В Москве зрительских трибун заполненных мы практически на картинках не видим. Да, потом народ распробовал, потом под выходные он пришел, пришел там на Болта и на Исенбаеву, но поначалу картинка пугала. Вот эти олимпийские грядущие баталии, они вас с точки зрения болельщиков как-то напрягают? Вы что-то по этому поводу думаете такого? Что бы нам сделать, чтобы люди пришли? Меня напрягает вообще ситуация с болельщиками вообще в России. Потому что вы правильно сказали, что я еще все-таки депутат Государственной Думы, и я по мере своей работы я постоянно сталкиваюсь с вопросами законов творчества именно в спортивной сфере, в том числе закон о болельщиках, закон о футболе, закон о олимпиаде. То есть огромное количество законов, где мы либо создаем новые законы, либо усовершенствуем уже устаревшие законы. Я вам могу сказать, что я вот прихожу, когда на чемпионаты или соревнования за рубежом, я вот смотрю просто, там совершенно другая атмосфера. Люди с большим желанием идут на соревнования, платят деньги, при том, заметьте, платят деньги, с удовольствием платят деньги, получают массу удовольствия и уходят довольные. Притом неважно даже, если их спортсмен не победил. Они любого спортсмена принимают достойно. Если в Германии победил образно россиянин, они его принимают достойно. И проигрыш своей команды они тоже принимают, или своего спортсмена тоже принимают достойно. Они его хвалят, они его благодарят за то, что он выступал, за то, что он боролся. Нет, ну давайте я сейчас скажу слово в защиту российских болельщиков. И для себя я это отметила на том же чемпионате мира. Просил кто-то из легкоатлетов его поддержать, неважно, какой он был националист, и стадион ему хлопал. Просил Исенбаева, ей с такой же радостью стадион тоже помогал преодолевать планку там на той или иной высоте. Я хотел сказать о другом немножко, я хотел сказать о посещаемости спортивных соревнований. Но это больная мозоль. Да, больная мозоль. Хотя вот я могу вам ответить, то есть здесь вот есть некоторые виды спорта, которые как исключение можно назвать. Ну мы не берем футбол-хоккей, да, мы не берем такие виды спорта, это все-таки монстры спортивные. Я хочу вот на себя биатлон. Вот мы проводили с федерацией биатлона гонку чемпионов. Полный стадион. И несмотря на то, что было прохладно, в общем, не лето. Но это было на стадионе. А, можно было тепло. Хорошо, давайте о болельщиках и о том, что нас ждет впереди через две минуты. Доброе утро всем присоединившимся. Сегодня говорим про керлинг. Если вы хотите поучаствовать в нашем разговоре, то милости просим. Телефон студии 6510996, код города 495. Если лень звонить, то можно писать. Сайт Финам.ФМ, страничка программы на своем поле. Сегодня в гостях у нас человек, который возглавляет федерацию, Дмитрий Свящев. Вы депутат Госдумы, замруководителя комитета по спорту. Это тоже, Дмитрий, ваша должность. И, Коля, вы в курсе всех событий. Расскажите мне, пожалуйста, есть ли помимо медального плана, план у, я не знаю, у федерации, у Олимпийского комитета, а как будут привлекать болельщиков? Мы с вами чуть-чуть затронули эту тему в предыдущей части. Хотелось бы вот услышать, увидим ли мы полные трибуны. Вы имеете на олимпиаде? Да, на олимпиаде. Ну, по олимпийским билетам вообще ажиотаж серьезный достаточно. Вы знаете, что там, когда дали отчет продажи билетам, что в какие-то считанные минуты, секунды размели билеты на основные виды спорта. А есть только одно уточнение, разграничение. Покупали российские болельщики или иностранцы, которые собираются? У меня такой статистики нет, но покупали и болельщики, и агентства даже покупали. Вот. Но ведь олимпийские соревнования — это отдельная история. Понимаете, там, вы знаете, там и безопасность, и обязательства перед Международным Олимпийским комитетом, и национальными комитетами. То есть здесь огромное количество ограничений есть. Но я знаю, что российские болельщики тоже не будут обделены билетами. И, конечно же... Главное, чтобы они туда пришли, болельщики. Вы знаете, я не сомневаюсь, что придут, потому что такое событие у многих в жизни это будет, наверное, только один раз. И посмотреть грандиозные события... А я могу вам честно сказать, что это будет грандиозное событие. Я просто вижу, как готовится. Я часто бываю в Сочи. И кто бы не хаял наш... Вот это все-таки вот эту историю олимпийскую, я могу вам сказать, без каких-то там подлизываний перед кем-то, да, это, конечно, грандиозное событие, грандиозная стройка и грандиозная подготовка и национальный дух. Потому что... Ведь сейчас вот посмотреть так со стороны, да, ну что у нас еще скрепляющее нашей многострадальной России? Наверное, спорт один из самых таких цементирующих важных таких моментов. И Олимпиада в Сочи это колоссальное событие. Я знаю, ребята готовятся по открытию, по закрытию очень серьезно. Национальные федерации, наши российские, делают все, чтобы по Олимпиаде, на Олимпийских играх, именно в Сочи, в домашней Олимпиаде, мы показали очень хорошие, лучшие результаты в своей истории. Строители день и ночь работают. Ребята, мне даже их жалко, потому что, ну реально, я вижу, как это все происходит. На какой стадии сейчас находится вот уже строительство всех спортивных объектов? Дни это остается все меньше и меньше. Нужно же и попробовать какие-то тестовые соревнования на тех объектах, которые еще не были задействованы. Нужно посмотреть, как работают и взаимодействуют все системы. А времени-то уже вот ноль копеек, ноль рублей. Ну, если вы знаете, то могу... А если не знаете, то кому-то для кого-то это будет новость, я скажу, что тестовые соревнования прошли по всем объектам, по всем спортивным объектам. И везде сказали, что это достойные объекты международного уровня. Притом, надо сказать, что это лучшие объекты в каждом виде спорта в мире. Потому что здесь самые современные требования, самые современные технологии. Все приведено самое лучшее, потому что Международный Олимпийский комитет требовал, наш национальный оргкомитет от нас требовал, от федерации, от строителей, от инвесторов, от государства. И это все реализовано. Хорошо. Вы хороший топ-менеджер, зарекомендовали себя. Насколько эти объекты будут востребованы? Это вопрос, который я задаю всем людям, которые так или иначе связаны с Олимпиадой и не получают однозначного ответа. Кто-то говорит, что она так и будет стоять, эта база никому не нужная, покрываться мхом. Кто-то говорит, что будет приезжать, но изредка. Что вы думаете? Ну, этот вопрос очень сложный. И самое важное, что государство озадачивает этим вопросом. Этим вопросом занимаются министерства курирующие, это министерство регионального развития, это Минфин, это счетная палата Российской Федерации, министерство спорта. Все вопросом этим занимаются. И, поверьте мне, поставлена задача государству не бросить ни одного объекта. Я это знаю еще и как человек, который строит сам объект, наш стадион по Керлингу, вроде бы деньги-то не государственные. Однако же люди постоянно приходят и спрашивают, требуют отчет, чем вы будете заниматься, как вы будете покрывать расходы на содержание этого стадиона, чем государство вам может помочь. И действительно реализуются программы поддержки как раз спортивных объектов. Как вы будете конкретно использовать вот этот стадион, который для Керлинга? Я понимаю, что у вас многофункциональная арена, вы собираетесь после проведения Олимпиады каким-то образом переформатировать, или как это все будет? У нас останется арена многофункциональная, спортивная. Соревнования по Керлингу российского международного характера мы будем принимать. Мы договорились, что в 2015 году мы примем женский чемпионат мира по Керлингу. Это очень важно международный стадион привлекать, потому что это финансирование, это привлечение людей, это тренировочный процесс, это жизнь стадиона, знаете, как кровь, как сердце. Нам это очень важно. Другие виды спорта уже сейчас проявили желание с нами вместе работать. Здесь можно сказать, что подписано Жуковым, президентом Олимпийским комитетом, некое решение о том, что создать на базе прилегающей территории к нашему Керлинг-центру, у нас достаточно большая территория, это центр пляжных видов спорта в России, это пляжный футбол, пляжный волейбол, пляжный теннис. И это будет развиваться, потому что на Сочи это, конечно, востребовано. Плюс никто не отменяет, потому что у нас компактная арена, там 3000 мест, и там мы будем проводить и концерты, и хоккейные матчи, и фигурное катание. Но основная задача, это, конечно, Керлинг, потому что мы сейчас болеем за Керлинг, и Керлинг будет у нас находиться. Ну, то есть после 2014-го все это будет использоваться. Вот как для меня, например, было очень приятно услышать, что тот водный стадион, ну, грубо говоря, там, его обзовем в Казани, который есть, будет принимать чемпионат мира в итоге в 2015-м. То есть тоже не будет простаивать после универсиады объект. Это очень важно, потому что если между среднами есть какая-то пауза, даже год или два или три, но знают, что следующим, допустим, в 2015-2016 году там будет проходить чемпионат мира, его будут содержать, его будут поддерживать. Значит, эти три года на этом стадионе будет жизнь. Это будут маленькие детишки, это будут российские соревнования, может, международные соревнования, и, допустим, через три года там будут уже знаковые соревнования, которые ждут. Это очень важно. Стадион обрастает уже финансированием, обрастает там хозяевами нормальными, спортсменами, и уже потом никто уже не бросит. Ну, а не планируете туда национальную команду вывозить на сборы или сдавать этот стадион для тренировки других команд, например? Обязательно планируем. И вот у нас сейчас соревнования, вот буквально 25-го числа у нас начинаются соревнования, притом не запланированные ранее. Мы просто приняли решение, что наши соревнования, даже без участия национальных команд, основных составов, будут 25-го числа соревноваться у нас на керлинг-арене. Притом, обратите внимание, ведь задача федерации, руководство федерации, это популяризация их видов спорта. Логично. У нас достаточно большая пресс-служба своя, и они ищут нам возможность и какие-то новые пути сотрудничества, развития видов спорта. В том числе, обратите внимание, наш турнир, он совпадает с форумом, международным сочинским экономическим форумом. И мы вошли в программу сочинского форума и делаем день открытых дверей и мастер-классы для участников форума. Будут приходить люди, это будут приходить не последние люди нашего государства, пусть приходят, смотрят, получают какие-то уроки. Я уверен, если 2-3-5 человек вернется потом в керлинг, победа будет достижение. В вашей пиар-службе можно поставить большой жирный плюс. Именно поэтому мы здесь на Финам.ФМ. Дмитрий, скажите мне, пожалуйста, еще один вопрос, который меня всегда очень интересует и тоже его все время задаю. Вы абсолютно правы, я вас в этом поддерживаю. Спорт — это та национальная идея, которая должна быть, и которая может объединять, и должна объединять. Но, как мне кажется, всякий русский человек, когда стремится что-то делать, он стремится это сделать с максимальной выгодой. То есть если устроить какое-то там феерическое шоу на открытии, то оно будет лучше в мире. Если устроить церемонию закрытую, то лучше. Если объекты, то лучше. А стоит ли вкладывать такие суммы? Не легче ли было часть этих денег, которые пошли вот на это, такое вот просто что-то потрясающее, передать регионам? На строительство фоков, на ремонт дворовых каких-то спортивных площадок, на форму, на все что угодно. Вы знаете, я здесь буквально несколько дней назад смотрел прямой эфир, выступали наши академики, обсуждали, какие проблемы Академии наук, правильная или неправильная реформа. И там один из известных академиков говорит, вот, представляете, нам на всю Академию наук с ее вузами дают всего лишь 2,5 миллиарда долларов в год, а на Олимпиаду в Сочи там дали 30 миллиардов долларов. Ну вот просто хочется, понимаете, здесь нельзя сравнивать эти вещи, нельзя сравнивать, сколько стоит открытие, сколько стоит закрытие. Ведь что такое Олимпиада? Как вы правильно сказали, это некий там такой национальный дух, ведь работают все регионы. Я вам могу сказать, именно Олимпиада, как мне, это мое личное мнение, да, но именно Олимпийская стройка помогла в 2008, 2009, 2010 года, когда кризис был, поддержать наших строителей, поддержать, потому что развивалась вся промышленность, которая обслуживает строители наши, наши металлурги, наши дорожники. Это людям, которым мы не дали этим структурам умереть в этот момент. Поэтому здесь Олимпиада, она была неким еще цементирующим и таким объединяющим движением. Что касается там красиво, дорогое ли это будет открытие, конечно, надо делать красиво, ведь что такое Олимпийское открытие-закрытие? Это визитная карточка нашего государства. Смотрят миллиарды людей, понимаете, миллиарды людей будут смотреть открытие-закрытие Олимпийских игр. Потом виды спорта кто-то не будет смотреть там, кто-то не будет смотреть керлинг, кто-то не будет смотреть, допустим, там, прыжки на лыжах, неважно. Но открытие-закрытие смотрят все. Ну, не могу с вами согласиться. Что с вами? Не могу с вами согласиться. Мне гораздо интереснее сами соревнования, нежели церемонии. Нет, ну, это мы с вами говорим, вы же спортсмен, понимаете. Поэтому вы смотрите какой-то тот вид спорта, который вас интересует. Открытие-закрытие. Вы будете смотреть? Ну, саморе, что называется. Потом вот на следующий день кусочки там пока что-то я это посмотрю. Ну, кусочки посмотрите, согласитесь. И самое интересное вы будете, вы запомните. Да. Поэтому я считаю, это визитная карточка государства, она должна проходить. Ну, ни одна Олимпиада, у нас совсем немного времени, буквально на полсекунды ответ, ни одна Олимпиада не принесла доходы. Ни лондонская, ни афинская. Мы тоже будем в минусе. Ну, вы правильно говорите, ни одна из Олимпиад не принесла доходы. Это нельзя говорить доход или убытки, это инвестиции, инвестиции в будущее. Олимпийское движение, оно помогло сейчас наш спорт выдвинуться на совершенно новые позиции. Для меня было радостно, когда позавчера я смотрел выступление Мутко, и как раз там показывают, что наша команда сейчас вошла в тройку по летним видам спорта. Вот сейчас мы еще по зимним видам спорта подтянемся, и будет вообще радостно. Ну, будем сходиться во мнении на то, что Олимпиада это все-таки престиж и лицо страны. И как мы его проведем в Сочи, вот эта церемония открытия и закрытия так и будет. Спасибо, я вас благодарю, Дмитрий Свящев у нас был в гостях, будем ждать вас еще, и в Сочи увидимся. Увидимся, спасибо. Всего доброго, болей за наших. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...